Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Это история про двух женщин из Шотландии, которые зарабатывают на своем лишнем весе и готовы за это едва ли не умереть, лишь бы больше не работать ни единого дня в своей жизни. Это мать и дочь, 44-летняя Дженнис Манзур и 25-летняя Эмбер. И их вполне уверенно можно назвать мошенницами, что, впрочем, и делают многие местные шотландские СМИ. Женщины вместе весят около 275 килограмм. Это примерно по 140 каждая из них. По условиям шотландского государства людям с таким большим весом предоставляются специальные госпособия, льготы и условия. Вот, к примеру, им предоставили два новых скутера, на которых они могут в любое время передвигаться по городу, а их ремонт и содержание полностью на попечительстве у государства. Дженнис рассказывает, что до 2006 года она работала на сидячей работе в колл-центре и, соответственно, мало двигалась. И когда ее вес приблизился к критической цифре, здоровье резко ухудшилось, и она ушла на пенсию и госпособие. На сегодняшний день совокупный доход для матери и дочери составляет приблизительно 50 тысяч долларов в год. Почти всю эту сумму родственницы получают в качестве государственной помощи по инвалидности. Невзирая на многочисленные проблемы со здоровьем, которые все только больше развиваются, ни одна из этих женщин не проявляет интереса к улучшению своего здоровья. Дженнис объясняет это так. «Я всегда была большой, и я слишком толстая, чтобы работать, поэтому у меня настоящая инвалидность. Но я счастлива такой, какая есть». Огромная часть ее дневного рациона состоит из готовых блюд, которые, по ее утверждению, дешевле и легче приготовить. Не брезгуют шотландкой и едой из фастфуда. Бургеры и картошка фри почему бы и нет? Ее 25-летняя дочь Эмбер проживает всего в 50 метрах от матери со своим собственным ребенком. Эмбер говорит, «Люди не должны судить меня или мою маму за то, насколько мы велики, потому что это в наших генах, и мы ничего не можем с этим сделать». И ее мать соглашается, добавив, «Я предпочла бы, чтобы моя дочь жила жирной и счастливой, чем депрессивной и худой». По крайней мере, один сосед прокомментировал здоровье Эмбер, сказав, «Она настолько плоха, что едва может передвигаться. Она 40 минут поднимается по лестнице. Она почти никогда не ходит. Когда она подходит к кому-то, то ей требуется полчаса, чтобы добраться обратно до дома. Это ненормально». Многие говорят, что ситуация с этой семьей изображает вопиющее злоупотребление системой социального обеспечения Соединенного Королевства.